Я так понимаю, 3% туда, 3% сюда, 3 миллиона может быть, тоже для него так цифра. Фу, грустная информация, но, увы, жизненная. Так что, как бы это ни звучало, а вот пора очередить приз, например, большой перспективный кубок. Ну, не очередную серию, ладно, так минимум кастинг. Привет, это я, Андрей Богданович, это Мой Погляд. Каждую неделю я просматриваю Кривоградский сегмент интернета и комментирую то, что мне понравилось или не понравилось. Это моя личная точка зрения. И на этой неделе в Александрии появился свой Дональд Трамп, в Долинской сжигают двери бывшим мэром, Бигус Инфо заинтересовался депутатами горсовета в Кропивницком, в том же городе, то есть в областном центре, снимают форсаж и крематорий или еще одно кладбище. Что же выбрать? Итак, в Александрии есть свой Трамп. Впрочем, вы его знаете и как Александрийского Лукашенко. Он один такой. Это Степан Кириллович Цапюк. После прогреша на выборах городского главы давно уже ни мэр города не может, знаете, проститься с этим чувством власти. Но даже перестав быть мэром Александрии, Цапюк продолжает манипулировать. И даже в новогоднем обращении. Итак, Степан Цапюк появился в нем рядом с елкой, заслоняя с собой все имеющиеся в доме, я так понимаю, иконы. Наверняка этот ход был продуман, мог Бог за ним. Ну, на самом деле у Степана Кирилловича за ним просто тумба с иконами. Второе. Цапюк рассказывает, что предыдущий 2020 год был трудным. Мол, мы познали, что такое пандемия коронавируса. Мы с вами познали, что такое пандемия, вызванная коронавирусом 2019. Да ладно, а когда весной я и Александрийские активисты обращали внимание того же Цапюка, что Александрия не готова к пандемии, то Цапюк браво отчитывался, что, мол, все это брехня. Мало того, полицию ко мне на дом, так сказать, прислал. Мол, вот он лжет, приструните его. А теперь Цапюк причитает, что же случилось, Степан Кириллович. Все, старался? Дальше больше Цапюк вспомнил об избирательной кампании. Вспомнил на свою голову. Я вам очень благодарен, что 43% Александрийцев поддержали меня в этой избирательной кампании. Сколько? 43%? Я же помню, что не 43%. Поэтому я захожу на сайт ЦВК и вижу, что 40,3%. Но никак не 43%. Но такой Цапюк нормальный, в принципе. 3% на пустом месте. Так, ух, на. Фальсифицирует, я бы сказал, на голубом глазу. Но если Цапюк так путает цифры, то давайте предположим, а как он бюджеты Александрии на протяжении 20 лет рисовал? Я так понимаю, 3% туда, 3% сюда, 3 миллиона, может быть, тоже для него так цифра. Бабки решают все. Теперь дальше. 43% реальных, а не купленных. Каких, мать его, реальных, а не купленных голосов? Мало того, что Цапюк присвоил себе не глядя 3% голосов избирателей, так он, значит, еще и свою агитацию за счет Александрийцев решил позабыть. Да нет. Мы помним, Степан Кирилович, как вы летним кинотеатром хотели подкупить горожан и помним, как МЧСники снимали ваши плакаты со своих плакатов. Ну ладно. Рождество и Новый год. Поэтому и вас, Степан Кирилович, с праздниками, здоровья вам и избавления от вредной привычки манипулировать и врать. И не только в Александрии трэш с бывшим мэром, в Долинской обвинили мэра нынешнего в поджоге квартиры мэра прошлого. А че так можно было, что ли? Как передает Сибиен, у бывшей городской головы Веры Тернавской подожгли входные двери квартиры, и она тут же обвинила в этом Евгения Звездовского. Мол, он заказчик, и это его месть за ее гражданскую позицию и политическую деятельность. Вера Тернавская, я напомню, это руководительница фракции Бальковщина в местном горсовете и активно обвиняет нынешнего мэра в нарушении закона. Ну, в одном согласен с Тернавской, что Звездовский сам-то точно не поджигал квартиру Тернавской. Все очень просто. Просто Евгений Звездовский любит выставлять свои пафосные фотки в соцсетях. Я самый красивый. И поэтому с поджога, думаю, тоже была какая-то фоточка о том, что он тут с зажигалкой, бензином и задумчивым взглядом вдаль. А так нет. Нет фоточки, нет проблем. Крематорий или кладбище? Что для Крапивницкого лучше? Да, вот такие вопросы настоящее время. И просто в областном центре решается вопрос с дополнительным местом под кладбище. Поля, выделенные для захоронения, заканчиваются. Грустная информация, но, увы, жизненная. И мне кажется, что крематорий необходим. Это обычная мировая практика, имеется в виду сжигание тел. Например, немного статистики. В Японии один крематорий приходится на 79 тысяч человек. То есть японские мерки, это в Крапивницком должно быть три таких крематория. В США один крематорий на 159 тысяч человек, в Британии один на 242 тысячи, практически наш вариант. Доля кремации в разных странах разная. В Японии это 100% в замете, а во Франции, например, 35%. И сказать, что для Крапивницкого тема крематория новая я не могу, потому что в 2016 году уже поднимался вопрос и была петиция о строительстве крематория. Но, увы, голосов не набрало. Мало того, в далеком 2005 году был и вовсе бизнес-план строительства крематория в Кировограде студентки Елены Михайнюк. Этот план тогда занял четвертое место на всеукраинском конкурсе бизнес-планов предпринимательской деятельности среди молодежи. Так что, как бы это ни звучало, а вот пора в Крапивницком построить крематорий. Все предпосылки для этого точно есть. Ну, а пока в Украине только три их в Одессе, в Киеве и в Харькове. Так, проект «Гроши» от расследователя Бигуса заинтересовался составом депутатского корпуса в областном центре. Сделала обзор депутатских фракций журналістка Настя Зубова. Она стажируется на проекте «Гроши». Одна з найчисельнейших фракцій міськради попереднього скликання «Наш край» народную любовь и довіру за час каденції розгубила настільки, що в новому складі представлена лише трьома депутатами. Лідер нашого краю Андрій Табалов. Це фігурант низки журналістських розслідувань про закупівлю харчів для навчальних закладів міста. Щороку міське управління освіти партіями закуповує харчі у фірм, які повязані з Табаловим. Ну, і тут, схоже, всіх все влаштовує і лишатиметься так, як є. Вадим Дрига – керівник фракції у попередні роки. Цікавий тим, що нині під слідством, бо правоохоронці звинуватили його у, ну, звісно, хабарництві. Дрига нібито вимагав тисячу доларів за вирішення земельного питання. Наразі обвинувальний акт у справі переданий до суду. Чекаємо. Ну, дивіться, вся позиція, вона викладена в матеріалах справи, як із сторони обвинувачення, так і з сторони захисту. Це, чесно кажучи, добре, що такий проєкт, як гроші, знітелесувався, накінць-то, Крепівницьким. Глядіш, і Анастасія Зубова до лісопаркової, до теми лісопаркової дійде. А пока сам обзор довольно выглядит нероднозначно, тому що багато інфи, наприклад, по слухам народу, і доволі мягонько так, наприклад, і табалали. Я надеюсь, поверхностний пока що обзор со временем превратиться в губокий анализ, особливо по земельному вопросам, в Крепівницькому, в Александриї, і вообще в Керівградській області це так не хватає. Прикиньте, в Крепівницькому снимають «Форсаж». Це вже не миссія невыполнима, а миссія не мать її вменяема. Ну, не очередную серію, ладно, а как минимум кастинг. В районі Полтавська я сняли водителя, якому явно не хватає адреналіна, і я так понимаю, явно хватає промилі в крові, і його, так сказати, гонки. Дріфтеры, як по мене, дрифтеры для Крепівницького в новинку, я не скажу, тому що в центрі недошумахері постоянно устраивают які-то гонки перед горсоветом, или на машинах, или на мотоциклах, і особливо по ночам. Слушайте, якщо ми не можемо розібратися з цими гонками, може разрешити ці ночні гонки, брати, наприклад, плату зі зрителів, і, звісно ж, самих гонщиків, і учрідити приз, наприклад, більшій перспективний кубок, раз уж на вулиці більші перспективно не їздять. І в місті центрального сквера построити трибуну, як на Формуле-1, да і вообще пригласити Форму-1 в Крепівницький. Так сказати, якщо не можемо справитися, значить, треба розглавити ці 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 ці. Мало того, сушайте, фантазія вже у мене була, давайте зі дію маршруток устроимо такі гонки по большой перспективні. Тоже круто. А вони все рано там їздять з неимоверною скорою, а тепер ще й спортивний інтерес появиться. Ну і в кінце, с днем рождения Кировоградська область. Кировоградщини 82, і вполне можливо, що вже в следующем гаду Кировоградщина буде Крепівницчино чи Центрально-Украінська область. Але главное, щоб оставалась областью, регіоном, який славиться прежде всього своїми людьми. Так що за Родючі Черноземи, за Словетну Спадщину, за Людей Талановитих, за Кировоградщину. На цьому все. Лайкайте, комментируйте і помніте, все змінюється на краще. Пока.